ну чё приплыли что такое сбежал кто блин кто сбежал бельгаз бежал еще только позвонили все говорят сел на самолет и летит вообще бить нам ни слова ничего не сказал минус медийный минус игрок сборной звезден не знает это читалось если честно я вот самого старта вот после мфл закончилась когда он на просмотры уезжал сразу понял что без него в сезон зайдем ну ничего страшного что поделать страшного для тебя ничего нет сейчас везем надо позвонить да я сергеич уже такой в этом сезоне пережил что нормально ничего не будет сергеич новости говно мы без опорника минус медийный минус один из лучших халов мфл вам результат нужен давайте ищите мне медийного игрока в центр поле я не знаю пусть в ювентус потом ей на чемпионат должен сыграть наконец взять титул не мы титул без шансов берем с бильгой без бельги но возможно с пакбой с пакбой 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 через пи оу г а и поль пакбай поль пакбай журналист знакомый у него были контакты мин района скажи с района ну и земля ему пухом смотри он сейчас на четыре года уезжает и за дискусс Вариантов в Европе оставаться нет, потому что это тотальные баны, культура отмены. Вообще нигде в мире играть не будет. Две страны, где он сейчас будет в порядке. Северная Корея, там бабок нет на электричество. И мы, потому что, а, мы постарались договориться с партнером, чтобы тал деньги на него. Сами там будем, ну, условно, платить, как всем по зарплате. Но я думаю, ну что, ну для поля Пагба ты просто его возишь по всей стране. Ему что, 150 тысяч рублей лишние, что ли, в жизни будут? Пагба устроил, я согласен. И, знаете, самое важное? А, вот это да. Вот так надо делать? Да куда? Вот, вот, гоуч, вот, look at this, дэээ. Через год получает паспорт и играет за сборную России, пока нигде не участвует. А вот этого, может, тоже возьмем? Нет, вот не нужен. Такие нам не нужны. Я заметил, знаете еще, Игорь Сергеевич, виджу по вашим глазам, вот интерес к футболу у вас пропадать стал. Я думаю, что с этим делать, Игорь Сергеевич, как вам его вернуть? Но, слава богу, здесь на помощь приходит ссылка в закрепленном комментарии на наш телеграм-канал. Вы туда переходите, подписывайтесь на наш телеграм, если не были подписаны. И, конечно же, на закрепленный пост нажимаете. И там резко всплывают нужные для вас ссылки, которые резко повышают интерес к футболу. Интерес к футболу резко нужно. Поднять! Короче, вот наше предложение. Диаполь. Диаполь Погба, Broke Boys VK, one of the leaders of MFNMFL, invites you to be our game changer. Your skills are crucial to our success. Understanding the unforeseen challenges affecting your current playing time, we are ready to support you in maintaining you from... We offer you to separate accommodation in Одинсово. A salary of 105,000 тысячи пиццовонов, короче, and access to our modern medical center. Smart Recovery. Smart Recovery, yeah. Unfortunately, we cannot offer you a more than our current team leaders due to the club policy. Here in Russia, you became a world champion. We believe in you. about these times and realize your career here. Yes, and in summer you will play in Briggs games and become champion of Briggs games. And champion of media football league, which is one of most famous league in the world currently. And become the Russian citizen, the most important achievement in your life. Yeah, fuck gay French. Come on, Pogba! Короче, Игорь, ты не против, Поля Погба. Thank you so much. Ждем Погба. Мы над нашим спортивным директором поговорим на эту тему. Жем апель, Артем. Come on, Сава. Сава, Сава. Сават, ребят. Артем. Дмитрий. Игорь согласовал. Трансфер Погба. Расскажи, через кого мы связываемся и каковы шансы, что он приедет. За что моему платью? Он в 4 года футбол не играет человек уже. За что моему платью? Ну что, в смысле, это Поля Погба, медийный актив. Вот это надо делать. И все? Ну как понять, это Поля Погба. Он с 30 метров забьет тут любой команде. Откуда захочет. Он здесь пешком и спиной вперед быстрее каждого. Мы уже вышли из этого уровня. Нам нужны серьезные футболисты, ребята. Какие, например, Артем? Инвер Казаров. 2006 года рождения. Слыхал о таком? Ты не ходишь на тренировки. Нет, я слыхал о таком. Я с ним здоровался. Садыгеев. Кто это? Садыгеев. Классный футболист. Классный футболист. Имя 17 лет. Да. Подожди, Артем, подожди. Но тело, решение, ментальность. И этого достаточно для того, чтобы... Хорошо, смотри. Сейчас, Артем, я понял. Ты вернулся из Бразилии. И теперь ты в Бразилии что делал, если ты сравнишь Инвера Казарова с чемпионом мира по футболу Полем Пагба, мать его. Это Поль Пагба. Ну, чтобы ты понимал, за него 100 миллионов евро дали. Мы за Инвера ничего пока не платили. А у меня еще есть Майрович. Майрович. И еще... Чемпион. Чего? Европы. Да? Медийный. А, ну, кстати. Медийный. По тем правилам, которые всегда работают и всегда очень правильные. Это наш новый медийный игрок. Если взять 100% рейтинга, сколько потенциально может быть у него и у Коржа? Или кто выше? Нет, смотри. Если мы берем вот... Вот Пагба, да? Все-таки Майрович его обходит. Чем-то есть вот, что переезжает. За счет чего? Вот какой вот скилл конкретно решил, что вот все-таки Пагба идет нахуй? Я думаю, что умение ориентироваться в штрафной площадке. Адем. Нахуй погнали. К нам приедет ливеец. Неожиданно, правда? 2005 года. Джихан. Это все сделано для того, чтобы Грини Коробов мог ходить по стадиону, петь Джихан Лимон, мальчишка симпатичный. А он тоже съебется? Просто без предупреждения. Кинет, кинет. И ты потом будешь ходить и думать, что меня Хачатурян кинул. А кто еще, конечно? Артем, как ты думал? Давай дальше. Просто знаешь как? У Бильги просто... У Бильги не выдержал минус 25 градусов. Кубинец очень классный приехал. Каждый? Марлан. А, это вот тот, который вот этот финн сделал и пробил с левой? Да, да, да. Который сместился под левую ногу. Слушай, но он попросил 160 тысяч у нас по зарплате. Нет, у нас столько нет. Нет, это мы тоже тут, извини меня. Но кубинец хорошенький, левая нога. И в сборную не будут вызывать постоянно. У них редко сборная играет. Но он играл за сборную, да. За Ю-20, но играл. Да, на Мединку. Но не, это выше. Он просто... Он сначала хотел 180, потом просел до 160, и говорит, ниже типа я не упаду. Я говорю, братишка, типа Эспаньоло, Испаньоло, блядь. У него есть предложение, да. Он говорит, 160 типа Оливидерчи, блядь. Я говорю, ты че, блядь, Бучи Мейн, блядь. Какой 160? У нас самая пик 150. Мы не можем, типа Полиси Оф Клаб. Короче, то есть ты говоришь, что все те, кого сейчас мы закупили или набрали или пригласили, они могут сегодня нашу основу реально покромсать. Ну, не, не. Три недели, три недели, ребята, и мы на совершенно другом уровне будем уже. Потом еще тренер немножко потренирует и все. Очевидно, что Рафаэла Пимента не хочет ассоциировать и без того испорченный образ Поля Погба связями с Россией, потому что все, что она комментирует, она это делает не для пользователей медиа лиги и не для людей, увлеченных российским футболом, конечно, а исключительно говорит для внутренней аудитории европейской и, возможно, это даже как-то обеляет его. При этом у нас есть вообще-то это переписка запроса к ней, где она сама говорит, что ей это сейчас не интересно, но если ей не интересно, это может быть вполне интересно. Погба, насколько мне известно, Погба может и самостоятельно принимать решение, и в целом футболист такого статуса он может это делать, так что мы сейчас ищем и другие заходы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ